Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Война и вера. Сегодня я хотел бы поговорить о том, почему вера, как мне кажется, по моему глубокому убеждению, прямо связана с отрицанием войны и борьбой с войной, с пацифизмом, с миротворчеством. Это далеко не очевидно в том числе и для верующих. Может быть, самый яркий пример – это свидетели Яковы, одно из протестантских, на мой взгляд, движений, очень популярных в современном мире. На протяжении последних лет свидетели Яковы в России подвергаются жесточайшим гонениям, и не только в России, но и в Казахстане. Их приговаривают к тюремным срокам 6-7 лет, что совершенно ужасно. И при этом свидетели Якова, отказываясь служить в армии, тем не менее, не являются пацифистами в обычном смысле слова. Они не протестовали против тех войн, которые вела Россия, да и ни в одной стороне мира не являлись членами антивоенного движения. Почему так? Что происходит? Я уже не говорю о больших, скажем так, древних, солидных, казенных, а часто просто государственных, христианских вероисповеданиях. И, наверное, этой беседой я открою цикл разговоров, бесед об истории Церкви в связи с войной и миром. Насколько Церковь была инструментом и вдохновителем войн, а насколько она была инструментом и вдохновителем миротворчества в истории последних двадцати веков. Но прежде всего, сегодня я бы хотел сказать о другом. О самом значении слова «мир» в традиции, в культуре Средиземноморья 2000 лет назад, когда родился Иисус. Потому что в России, например, слово «мир» вообще не очень-то понимают и ценят, на мой взгляд, это объясняется тем, что Россия – это высоко милитарное, милитаризированное государство, это военное государство, государство-гарнизон. Есть такое выражение у социологов и историков, где все подчинено войне. То есть, например, Британская империя тоже воевала и своевала куда большую империю, по размеру большую, чем Российская империя. Но Британская империя воевала не за счет ущемления и ограничения своих граждан, наоборот. А в России война всегда была, как говорили дворяне в некоторых своих поместьях, расходным делом. То есть, конечно, империя сколачивалась, доходы шли, страна жалела, а народ тащал, как выражался Василий Осипович Ключевский. То есть война помогала государству, деспотизму, несвободе, но шла за счет ущемления самих жителей России. Довольно своеобразная ситуация, не похожая на многие, если не на большинство стран, которые нам известны из истории мира. И поэтому в России про слово «мир» знают одно, что вот есть просто мир, а вот церковные традиции – мир с точкой. Это, видимо, какой-то особый мир. Есть мир, как географическое понятие, а есть мир, как мироздание, и мир, как отсутствие войны и так далее. Но мне хочется поговорить о более древнем периоде, когда русского языка еще не было. Две тысячи лет назад две страны определяли культурную жизнь в Средиземноморье. Во-первых, Греция, во-вторых, Древняя Италия, или, как мы говорим, Римская империя. Но Римская империя и современная Италия, разумеется, один и тот же народ, одно и то же государство, как Древний Киев и современная Украина – это одно и то же государство. Замечу, кстати, что я священник Православной Церкви Украины, та церковь, которая появилась два года назад, когда Константин Балтовский Патриархат предоставил независимость украинским православным. И для меня вопрос о войне и мира, он двоякий, потому что я живу в Москве всю жизнь, в Украину я только время от времени езжу, и к своим русским братьям и сестрам, к своим единоверцам в России, и к атеистам в России, и к Ростофолианам в России, и к Агностикам в России, не обращаюсь с призывом не воевать, протестовать против той войны, которую Россия вела и ведет в Украине, вернуть и Крыму, и ту часть Грузии, которую мы завоевали в 2014 году, и прочее. То есть я убеждаю не воевать, не завоевывать. Имею ли я право говорить то же самое украинцам и говорить, что не следует воевать никакой войной. Они-то ведут войну уж точно оборонительную. И тем не менее, по совести, по своей вере, я говорю и тем, кто жертва агрессии, и тем, кто агрессор, я одинаково говорю вам, вера должна остановить вас, и с той, и с другой стороны. Если есть вера в Бога, то вы должны быть за мир, как бы это ни было тяжело. И кто знает, что тяжелее. Не служить в армии, не воевать, когда ты в стране нападающей, где тебя могут просто расстрелять за уклонение от службы, или не служить в армии, не воевать, когда ты в стране обороняющейся, где тебя не расстреляют, наверное, но заклеймят, как трусы, предатели, изменника, и будет нехорошо тебе жить. Так вот, возвращаемся на две тысячи лет назад. Мало кто понимает и знает, что мир было божеством. Прежде всего, божество греческое, видимо, довольно древнее, с бронзовым веком. То есть, со второго тысячелетия до уже детства Христова уж точно. В России мы знаем имя Ирина. Мало кто знает, что это имя означает по-гречески мир. Эрина, точнее, эйренэ. Буквально, мир. Отсюда мужское имя Ириней. В России, конечно, оно только изредка встречается у монахов и епископов православных, но не у миря. Богиня Ирина считалась дочерью Зевсен и темидой. Сестрой богинь Дике и Ивномия. Вот это интересно. Потому что мифы, конечно, объединяли различные местные культы какими-то родственными связями между богинями, но примечательно по какому принципу. То есть сестра Ирины, мира, это Дике или Дица, богиня справедливости, нравственного порядка, богиня правосудия, богиня жизни по незапамятным, справедливым обычаям. Это очень важно. И эта справедливость не личная, а она народная, родовая, коллективная. Это нормы, которые тебе предлагаются извне, людьми, твоим народом. И вторая богиня, Ивномия, это тоже богиня закона и законодательства. Она, видимо, попала в пантеон, первоначально была богиней весны и зеленых расцветших лугов. Итак, богиня Ирина. Надо сказать, она не очень-то почиталась. Но вот что интересно, она стала почитаться после того, как афиняне разгромили спартанцев. Это знаменитое продолжение греко-персидских войн. Мы помним, что Геродот, отец истории, описал борьбу греков за независимость. Мало кто понимает, что греки предварительно в течение нескольких веков завоевывали Малую Азию, современные территории Турции. Расселились вплоть до Сицилии, юга Италии. Это было, скажем так, ползучее завоевание. Оно не сопровождалось битьем Летавры. Но то, что мы называем греческие колонии, ну, конечно, это завоевание. Ну, собственно, и в Украине тоже греческие колонии. Это тоже все расселение, диаспора, как говорили греки. И греки отнюдь не были какими-то пушистыми, миролюбивыми хоббитами. Они ожесточенно воевали друг с другом за первенство. Это не уникальная черта. Греков воевали все и со всеми на протяжении многих тысячелетий всемирной истории. Но не всегда. Потому что в Палеолите войн между людьми не было. Войны появляются где-то за 10 веков до Рождества Христова. Причина их появления – отдельная тема. Важно то, что для греков мир – это прежде вследствие победы. Мы победили спартанцев, мы принесли мир. То есть мы уничтожили врага, мы подчинили врага, мы устранили угрозу. Это все-таки, согласитесь, довольно своеобразное понимание мира. Римляне позаимствовали греческое почитание мира, богини Ирины. И мир у них тоже было женское имя. Богиня мира была известна как богиня Пакс. Мы все знаем это слово. Пакс в одном из самых используемых в падеже родителей – Пацис. Ну, например, император Август на Марсовом поле создал специальный форум Пацис. Был отдельный праздник богини Пакс 3 января. Совсем близко, как мы видим, к Рождеству. И богиню Пакс обычно изображали с оливкой ветвью. Это символ жертвы мира. И с кадуцеем – это жезл, обитый двумя летающими змеями. Рок изобили. Статуя богини Пакс стоит, между прочим, в саду Павловского дворца. У нее в руках рок изобили, как полагается, а под ней такой некоторый лев. Идея императора Августа заключалась в том, что он разгромил своих соперников и, став императором, став, как мы бы сейчас сказали, тоталитарным вождем, фюрером, он принес мир Пакс Романа. Поэтому богиня Пакса изображалась на обратной стороне монет, она считалась покровителем немецкого народа, и все завоевания римляне оправдывали тем, что они несут мир Пакс. Любопытно, что, видимо, слово Пакс, имя Пакс, происходило от слова договор по цисте. Отсюда же слово пакт. То есть для римлян мир – это был прежде всего договор, союз с другим противником, с побежденным. И римляне начинали войны с того, что объявляли. Вы нам, допустим, от русских, причиняется нечто несправедливое, вы ведете себя неправильно, противозаконно, мы пойдем на вас с войной, или давайте заключим мирный договор такой-то, такой-то. Понятно, что эти мирные договора обычно были договорами угнетения и подавления. Но психологически римляне себя оправдывали тем, что наша война справедливая, и мы хотим мира, договора, поэтому готовимся к войне. То есть мир – это не просто отсутствие войны, а это завоевание другого. Мир как равноправное отношение. Это не укладывалось в голове ни у римлян, ни у греков, ни у египтян, ни у евреев, ни у персов. Но с евреями, с Израилем здесь, конечно, отдельная статья. И вот тут мы вспоминаем, что одна из главных особенностей библейского мироощущения, одна из главных особенностей того откровения, которое Бог, скажем так, проталкивал в сердца и умы израильца, было то, что он Бог один. Нет других богов. Это означает, что не было и какого-то Бога мира. Не было. Но здесь любопытно, что при этом именно у евреев было очень популярно и мужское, и женское имя с корнем мир. Мир по-еврейски это знают, наверное, все шалом. Естественно, слово близкое, однокоренное к слову салям, потому что это семитский язык и семитский диалект абсолютно одна и та же языковая группа. И вот у евреев есть два имени и было. Это имя Соломон мужское и имя Соломия. Мы все знаем, что Соломия та, которая танцевала перед Иродом и выпросила голову Иоанна Перетечи. Но мало кто понимает, что имя означает Шалом. Ровно то же самое. Поэтому на русский, если кого-то зовут на евреите Соломия, то на русский надо переводить Ирина и наоборот. Можно ли из этого делать какие-то очень большие выводы? Мне кажется, что нет. Современная история склонна игнорировать библейские рассказы о завоевании Святой Земли и, может быть, я надеюсь, что действительно не было такого завоевания с разрушением десятков городов, с геноцидом Хананеев и так далее. Это все гиперболо, преувеличение. Уже много в мире. И там, где война, там, где агрессия, там всегда и ложь. И поэтому, к счастью, я думаю, что евреи были не самым воинственным народом древностей. И они не очень-то и завоевывали Израиль, Иудею. Это были, как говорят многие историки, племена местных нагорей, которые воевали со своими соседями. Конечно, все воевали. Но прежде всего это люди, скотоводы. Мы помним Абрамос, Акаков, скотоводы. Люди достаточно мирные, особенно если с погодой все хорошо. Но, тем не менее, это люди, похожие, может быть, на абхазцев, как они описаны в замечательном произведении Фазилии Искандера Сандра Исчегема. Очень рекомендую тем, кто хочет проникнуться духом и главной плотью библейских рассказов. Потому что это люди с традициями кровной мести. Это люди, которые могут убить близкого соседа. Это люди, у которых свои представления о чести и о справедливости. И для которых мир – это огромная ценность. Огромная. И, наверное, не случайно в Евангелиях рассказ о Рождестве говорит, что ангелы пели в момент Рождества перед пастухами на земле мир. Это, конечно, перекликается с лозунгом императора Агуста и его наследников Пак Сармана. Мы принесли мир на землю, говорят римские императоры. Христос. Вот мир на земле. Бог дает мир земле, а не римские императоры, говорят евангелисты. Кто прав? Понятно, что римские императоры не правы. Понятно, что нельзя принести мир ни через какую серию договоров, навязанных огнем и мечами. не выйдет. Пробовали, убедились, может быть, оставить эти грабли. Означает ли это, что только вера источник мира? Наверное, нет. Именно это объясняет, мне кажется, почему в современном мире вообще у нас слабое миротворческое движение, если сравнить с тем, как было полвека назад. А роль верующих в пацифистском миротворческом движении совсем маленькая. В 80-е, 80-е годы в России было множество миротворцев. Был фронт мира. Анатолий Карпов, знаменитый шахматист, возглавлял. Митрополит Петерим Нечаев каждый год, да что там каждый год, каждый месяц произносил миротворческие речи, обличая американскую военщину. По принципу, если доктор Ватсон в Афганистане это плохо, если мы в Афганистане это хорошо. Куда все это делось? Исчезло принуждение сверху, исчез приказ Кремля имитировать миротворческое движение, и все это распарилось. И больше уже в храмах не соблюдают, не собирают на миротворчество, как делали когда-то. Все это было лицемерие и симуляция. Но и на Западе, где пацифистское движение, в 60-е годы, было очень мощно, и на Западе оно захерело. Оно сейчас далеко не такое мощное, как раньше. Почему? Это отдельный разговор. А я сейчас хотел бы просто подчеркнуть тот факт, что прямой связи между верой в бытие Божие, между сознанием того, что мир не самозамкнутый кусок каких-то полей, струн, колебаний, а что это сделано. Сделано кем-то, сделано выше умом, сделано с любовью, сделано для человека, что самое удивительное. Между такой верой и стремлением к миру жесткой, прямой связи нет. И в наши дни, как и в любые другие, многие верующие служат в армии, многие верующие пропитаны милитаристским духом. Не только верующие, не только верующих в современном мире меньшинство. И религиозные войны закончились в целом 17-м столетии, а сегодня большинство войн ведутся под абсолютно светскими безрелигиозными предлогами борьбы с терроризмом, с экстремизмом, ну и с прочими излишествами нехорошими. Оказывается, что воинственность, лживость, стремление к угнетению, они все-таки не от веры. Означает ли это, что от веры миролюбие, смирение, дружелюбие, солидарность тоже, пожалуй, нет? Значит, оказывается, что в человеке разрезаны нити, которые соединяют веру и дело. Это хорошо или плохо? Я думаю, хорошо. Они Богом разрезаны. Это сделано для обеспечения свободы и творческой энергии человека, чтобы мы не чувствовали себя марионетками. И мы не марионетки. Наши веры и наше сердце срастаются постепенно. Мы их сращаем. Это не педаль, которую нажал, автомобиль звучал. Это как семейная жизнь. Это как творческий поиск. Это как научное исследование. Сравнивайте с любым процессом, который поглощает всего человека, требует всей жизни, а иногда и жизни нескольких поколений. Поэтому, когда я говорю война и вера, я не хочу сказать, что вера это главная возможность победить войны. Но вера, я абсолютно убежден, открывает ту грань бытия, которая делает победу над войной возможной. Прежде всего, может быть, через защиту языка. Воскресить человека, мне кажется, не так трудно, прости меня, Господи, как воскресить слово. Бог воскрешает мертвых, Бог воскрешает мертвые души, а мы, люди, должны воскрешать слова, возвращать словам любовь, мир, человек, человечность, тот смысл, который в них от Бога, который еще очень мало существует в мире. И вот тогда мы будем хотеть мира и готовиться к миру, когда мы будем защищать слова в их точности. А слово это и есть человек. Нельзя защищать слова ценой убийства людей. Нет, человека не будет слова. Так что здесь миротворчество это общее дело верующих и неверующих. не потому, что вера не имеет значения, а потому, что каждым верующим есть немножечко неверие, и пусть Бог поможет этому неверию превратиться в веру, как вода в зиму. Я не скажу, что в каждом неверующем есть вера, но доверие есть в неверующих людях, часто доверие в неверующих больше, чем в верующих, к нашему стыду, к моему стыду, и надо перекидывать мосточки, надо заключать мир друг с другом и жить в мире друг с другом, чтобы действительно не просто не было войны, а чтобы был мир как совершенно неслыханное, удивительное и могущий быть продуктивным в состоянии человечества. Яков Кротов мой сайт якоб.влx в фейсбуке священник Яков Кротов на ютубе голос Яков канал и на сайте патреон это уже вы сами найдете. Всего вам доброго. Храни вас в силу Господь от всякого зла и пусть поможет во всяком добром деле.